Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, я хотела бы сделать вам объявление. Близится чудесный праздник Покров 14 октября. И, конечно же, мы с вами будем делать ритуалы. Самые, что ни на есть, прекрасные ритуалы, которые могут быть на этот праздник. Я хотела бы, чтобы вы все подготовились к этому празднику. И, конечно же, подготовились вместе со мной, кто будет проводить ритуалы и что для этого нужно будет приготовить. Итак, дорогие мои родители, мамочки, кто хочет, чтобы дочка ваша удачно вышла замуж, приготовьте шерстяной платок. Мы будем заговаривать шерстяной платок и потом хотя бы один день ваша дочка должна будет его одеть и поносить на голове. Дальше. Вам потребуются, дорогие мои девочки, кто хочет выйти замуж в этом году, вам нужно будет приготовить стакан воды. Не обязательно в серебре. Можно в серебре, можно просто в стакан воды. Вам потребуются зеркальце. Лучше всего всегда круглое берите. Не обязательно такое с ножкой. Можно простое, в пластмассовой оправе. Без разницы. Маленькое круглое зеркальце. Потом потребуется гребень. Обязательно гребень нам потребуется. Дальше. Кто хочет разбогатеть? Кто хочет разбогатеть, готовьте монетку. Непростую монетку вы видите. Видите, у меня вот такой вот юбилейный доллар, привезенный моей подругой из Америки. Видите, вот такой юбилейный доллар. Не обязательно юбилейный доллар. Доллар должна быть монетка отличительная от других монет, чтобы она у вас в кошелечке не затерялась, а, в общем-то, вы ей не расплатились, чтобы она отличалась. Любая юбилейная или какая-то надколотая, с дырочкой, или, может быть, это какой-то евро будет, или еще что-то. Ну, в общем-то, отличительная монетка должна быть обязательно, чтобы вы ее в кошелек, когда положите, ее не тратили. Мы будем ее заговаривать. Дальше. Избавляемся от негатива. Вам потребуется сито. Возьмите сито, купите. Купите два сито. Одно сито, без разницы, какое вы видите, у меня алюминиевое. Второе сито желательно, все-таки, если вы найдете, знаете, в бересте, в бересте, которое легко можно будет потом сжечь. Затем, также избавляемся от негатива, потребуется веник. Ну, сейчас у меня такой маленький веничек, да, демонстрационный. На самом деле, вам потребуется настоящий веничек, не обязательно большой, но это должен быть новый веник. Для магии мы берем все новое. Далее. Вам потребуется обязательно серебряная ложка. Для одного из ритуалов серебряная, другая ложка не подойдет, только серебряная. Либо приобретайте, если у вас есть, тоже хорошо. Хорошо. Готовьте серебряную ложку. Далее. Вам потребуется 12 свечей. 12 свечей. Ну, здесь у меня 15 лежат одинаковые. Они не должны быть обязательно такие большие. Можно самые обыкновенные небольшие свечи 15, но опять-таки не самые маленькие, потому что нам нужно будет 12 свечей для ритуала, и мы будем над каждой свечой, пока свечи горят, читать над каждой свечой заговоры. То есть, они должны стоять еще гореть, а не так, что они уже все сгорят, а мы с вами будем читать заговоры. 12 свечей. Здесь у меня 15, потому что 3 на всякий случай лишние я положила. У нас будут еще обряды ритуала, и нам свечи понадобятся. Так что берите чуть-чуть побольше. Но 12 для определенного обряда нам понадобится. Далее. Нам нужен будет хлеб, чтобы выздороветь, чтобы не болеть, чтобы было всегда счастье, всегда благополучие. Черный хлеб. Ну, вот такой вот, вы видите, у меня кусок хлеба. Продаются хлебушки. Не обязательно брать огромную буханку. Купите и возьмите именно черный хлеб. Черный должен быть. Далее. Девочки. Кто хочет забеременеть? Кто хочет забеременеть, вам потребуется ваше обручальное кольцо. Беру. Так, вот я два положила обручальных. Ваше обручальное кольцо потребуется. Наверняка вы все носите обручальные колечки. И потребуется либо белая тряпица хлопчатобумажная, либо белый носовой платок. Кто хочет забеременеть, готовим свое колечко. Дорогие мои женщины, Кто хочет, чтобы мужчина вас крепко любил, ваш муж, значит, вам нужно будет накануне, 14 октября, накануне покрова, выкрасть вот таким вот любым способом у мужа обручальное кольцо. Мы будем на него заговаривать. Заговоры интересные читать. А потом будем давать вашему мужу одеть это колечко, чтобы он вас любил крепко. Ну, в общем-то, и все на этом. Пока что насчет подготовительного этапа я вам сказала. Вы можете не все готовить, как я уже говорила, а именно конкретно кто, конкретно что-то хочет из этого и всего. Правильно? Ну, не все, допустим, хотят забеременеть, поэтому им не понадобится свое кольцо, допустим, с белой тряпицей. Может быть, кто-то из вас не хочет разбогатеть, пожалуйста, можете монетку не брать. Ну, я думаю, сейчас все скажут, да нет, как раз-таки разбогатеть хотят все. Ну, тогда готовьте монетку. Кто хочет избавиться от негатива, сито обязательно, ложку серебряную обязательно или по желанию, но в любом случае сито. Сито готовим две штуки. Одно, которое останется, и второе сито, которое потом утилизируется. Если это будет, знаете, в бересте бывает, то его можно будет сжечь. Если, конечно, оно будет металлическое, то тогда его можно будет прикопать. Поэтому готовьте два сито для двух ритуалов. Понадобится два сито. Ну что ж, дорогие мои друзья, я надеюсь, вы поняли, что готовить. До 14 октября есть время. Здесь, в общем-то, ничего сложного абсолютно нет. Гребень новый, все новое. Веник новый, зеркальце новое. То есть, еще раз повторяю, для этих ритуалов все должно быть новое. Вода, появятся вопросы. Воду можно налить из-под крана, можно дистиллированную взять, можно святую, какую хотите. Вообще без разницы. Вообще лучше всего из родника. Если у вас есть возможность из святого родника принести, пожалуйста, можно из родника. Но можно из-под крана, ничего страшного здесь не будет. Или когда отстаивают воду, вода такая. Все остальное должно быть новое. Шерстяной платок тоже должен быть новый. Ну, вот такой у меня, видите, тоненькие оренбургские платочки. Я люблю такие вещи. Они тонкие, изящные, красивые. Ну, тут уже реклама у меня пошла. Ну что ж, дорогие мои друзья, надеюсь, вы все поняли, что нужно будет подготовить к 14 октября. И я, конечно же, буду стараться для вас, дорогие мои друзья, сделать самые прекрасные ритуалы, которые есть. Расскажу, что нужно будет делать, чтобы вы жили долго и счастливо, чтобы жили безбедно, чтобы жили здорово и в любви, и в счастье. Я люблю вас всех, дорогие мои друзья. Желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok